В Кирове началась неделя психического здоровья. В течение этих дней в Центре здоровья каждый может получить психологическую консультацию, а также пройти экспресс-диагностику на уровень тревожности. Юлия Шалаева расскажет подробнее. Тест Люшера в Центре здоровья проходит каждый пациент. Все, что нужно, выбрать комфортный цвет. А уже компьютерная программа проанализирует ваши предпочтения. Цель – определить уровень тревожности на данный момент. Бальная шкала этого теста до 12, то есть до 4 единиц расценивается как вариант нормы. С 4 до 8 единиц – это средний уровень тревожности. То есть при данном уровне тревожности мы рекомендуем обратиться к психологу. При более высоких цифрах, то есть от 8 до 12, уже консультацию психотерапевта рекомендуем. На текущей неделе у каждого, кто придет в Кировский Центр здоровья, есть возможность проконсультироваться с психологом. Прием длится один час. Времени, конечно, недостаточно для решения проблемы, но вполне хватит, чтобы показать человеку возможности распутать клубок внутреннего конфликта. Какие-то поведенческие, может, коррекция, поведение какого-то может быть. Какие-то там не столько советы, рекомендации, да, которым может придерживаться человек. Врачи призывают не стесняться и обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам. Наукой доказана прямая связь между психическим и физическим здоровьем. В медицине есть понятие психосоматика. Это когда организм реагирует на какую-либо стрессовую ситуацию и начинает болеть. Хорошо, если это банальный насморк. Хуже, если хронические заболевания и даже рак. Иногда бывают ситуации, очень связанные с тяжелыми онкопатологиями, когда люди, не найдя выхода из стресса, не обратившись вовремя к психологу, психотерапевту или к любому другому специалисту, обладающему знанием психологии, запускают у себя реакцию на самоуничтожение. Бывают ситуации, когда организм, не найдя выхода, говорит себе так, я больше не хочу, я больше не могу, я больше не желаю. По статистике, у каждого второго посетителя центра здоровья высокий уровень тревожности, то есть низкая стрессоустойчивость. Тревожным звонком могут быть такие изменения в организме, как беспричинное повышение температуры, скачки артериального давления, нарушение сна, переживания и страхи. В этих случаях врачи советуют не затягивать и обратиться к специалистам. Они есть в каждой поликлинике и в Кировском центре психиатрии. Юлия Шалаева, Владимир Подлевских, Вести Киров.